Продолжение следует... 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 мероприятие. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ярко интересное событие подготовили сотрудники центра. Беречь свое здоровье важно в любом возрасте, поэтому встреча началась с зажигательного флешмоба и активной зарядки. Участницы центра долголетия с удовольствием участвовали в мастер-классах по оригами и изготовлению броши из лоскутов ткани. Одним словом, культурная суббота прошла в уютной и доброй атмосфере, подарив участникам яркие эмоции и отличные настроения. Еженедельных Старомайнские известия рассказывают о том, что в рамках празднуемания Дня семейного общения, который утвержден официально как памятная дата Ульяновской области, на территории района прошел ряд мероприятий. 12 сентября специалисты отделения социального обслуживания семьи и детей в Старомайнском районе, Мария Кузина и Светлана X, провели мероприятие на территории Богоявленского храма, воскресной школе «Спасенка» на тему «Добрые волшебники семьи». Еще дети посетили планету школьная, в этом путешествии им предстояло разгадать загадки и собрать школьный рюкзак. На математической планете ребят ждал необычный счет, а на веселые музыкальные и подвижные игры. Журналист издания базарно-сысганского района «Новое время» Мария Колодина подготовила материалы заслуженным работникам леса Лидии Логиновой. В лесничестве трудится много добросовестных специалистов. Среди них немало людей, чей стаж работы в лесном хозяйстве превышает 30 лет. Одна из них как раз Лидия Дмитриевна, посвятившая лесу 44 года своей жизни. О ее трудовом пути журналисту рассказала исполняющая обязанности директора базарно-сысганского лесничества Наталья Комарова. Трудовую деятельность в лесном хозяйстве Логинова начала в апреле 1977 года учеником техника лесохозяйственного участка номер 4 Должниковского лесничества в базарно-сысганском леспромхозе. С тех пор вся ее трудовая деятельность связана только с лесом. В 1990 году ей присвоено звание лесничей третьего класса, а в 1991 году звание лесничей первого класса. Позже, после успешного прохождения конкурса на замещение должности государственной гражданской службы, Лидия Дмитриевна назначена участковым лесничем Ножниковского участкового лесничества. Работать приходится не только карандашом и с картой в руках. Частенько в ходу оказываются пила и лопата. Согласитесь, нужно обладать твердым характером, чтобы грамотно руководить специалистами, чтобы все работы были выполнены точно в срок и без нарушений. Да, и она сама никогда не отлынивает от работы. Неоднократно лично осуществляла руководство притушения лесных пожаров на территории базарно-созганского лесничества. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Журналист Максим Скворцов рассказал, пожалуй, о самом элегантном виде конного спорта – выистке. Впервые в рамках открытого чемпионата Ульяновской области разыгрывается большой приз по этому виду спорта. В выистке всадник должен продемонстрировать способность лошади к правильным и производительным движениям на всех аллюрах в различном темпе. Большинство призов чемпионата выиграли наши гости из Самарской области, в том числе и большой приз, который завоевала 33-летняя всадница из Тольятти, мастер спорта Екатерина Балина на 12-летнем мерине VRDO2. Справедливости райды нужно отметить, что у нашей гости просто не было конкурентов. В нашей стране единицы лошадей и всадников, готовых выступать по программе большого приза. Это один из самых сложных тестов выистки. Отмечает тренер и мастер спорта по конному троеборью Екатерина Детенышева. Журналист информационного портала «Управду.ру» Аня Колчина выяснила, как подать идею и переименовать улицы или участок города. В 2021 году карта Ульяновска пополнилась новыми именами. Так, в дань пандемии в Ульяновске появилась улица в честь замглавы Заворского района Галины Уткиной, которая скончалась от коронавируса. В официальном реестре улица значится уже с этого года. По становлениями администрации Ульяновска в 2021 году еще семь новых улиц появится в селе Лаишевка. Улица земледельная, видный и проезд героев расширит поселок. Назвать улицу или любой другой объект на карте, как пояснили в мэрии, может любой желающий. По крайней мере, в его власти инициировать процесс и обратиться с соответствующим заявлением в городскую администрацию. А там обязаны принять заявление к рассмотрению, но, естественно, не обязаны его поддерживать. Больше шансов, как поясняют в Управе, у коллективных заявок с большим количеством подписей и заявок от организации. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах ulpravda.ru и media73. Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменно обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. Будьте здоровы, верьте своей мечте и оставайтесь телеканалом Управда ТВ. Всего вам доброго!